Дорогие друзья, с вами Валерий Бовсиновский. Итак, мы в школе начали курс «Магические методы Пайтон». Ребят, вот я сейчас расскажу то, что я написал, да, здесь, а потом уже поясню суть. Даже если вы не знаете Джанго, вы совсем новичок, знаете, что в школе есть возможность изучить Пайтон с самого нуля. А ссылки на школу вы найдете в описании видео. Итак, представьте, есть фреймворк Джанго. Ну, все мои сайты написаны на Джанго. И, по сути дела, ну, например, сейчас покажу, чтобы было более понятно. Для нас, пользователей, все действительно просто. Ну, например, мы создаем класс абстрактный. То есть, смысл абстрактного класса, он не создает никаких баз данных, он просто является базовым классом. Зачем это нужно? В данном случае это нужно, чтобы создать разный контент. Ну, например, мы создали базовый клад item-базы, да, а потом создали класс текст, класс файл, классы имидж. И при этом в реальности на выходе, какие будут поля включать класс? Не только текст, а все остальные поля, которые есть в базовом классе. Это удобно, это легко при обращении, это делает код более универсальным. И, ребят, не надо пугаться, особенно новички. Здесь мы говорим о другом. Смотрите, ведь для нас надо было прописать всего лишь класс мета, абстракт равно истина, всего лишь. Но на самом деле, задумайтесь, вот это все просто, согласитесь. Но если мы знали, что внутри делает Джанго, Джанго сделало намного больше действий. Оно, во-первых, создало сам этот класс, запретило ему соединяться с базой данных, потому что базовый класс, абстрактный класс, он не соединяется, он основой для других классов. Создало, мы написали простой код, да, чтобы создать класс для текстового поля. Но Джанго создала вот этот класс, добавила поля предыдущего класса и при этом создала базу данных. А при создании нашего класса текст, она его создала на лету. Это было то, что называется магия Пайтон. Кто к чему мы идем? То есть такие вещи делают, знание вот таких вещей делает, зачем нужно? Именно такие люди пишут такие фреймворки, как Джанго и сложные системы. Именно такие люди пишут такие вещи, которые меняют мир. Эти вещи используют мало людей. Это и есть магические методы Пайтон. Но, когда мы хотим написать очень классную, сложную вещь, но сделать очень простые API для этой вещи, чтобы она использовалась совершенно просто, но при этом делались немыслимо сложные вещи внутри, вот для этого мы и будем изучать магические методы Пайтон. Ну, не буду показывать уже виджет текста, это уже не так важно на портале. Теперь немножко истории. Вот как же это вообще началось? Я много рассказывал ранее, но давайте опять я с фактов начну. С фактов. Вот человек, совершенно реальный человек. Кстати, этот человек, вот он занимается, получается, как бы я с группой, но занимаюсь как бы индивидуально. Я направляю в правильное русло, но человек занимается сам. Это офигительный эффект. За пять месяцев пишут на двух языках. Хотя, прочитаем сообщение. Это действительно Сергей Осадчев. Всем привет. Это сообщение в группу. Пять месяцев назад я ее в бунт установить не мог. Для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит покруче и побыстрее. Каждый по совету скинулся. В общем, прочитайте дальше сами. Ощущения, в общем, очень крутые. Ну, и так, и так. Потом, потом, я написал статью. Не так давно получилось так, что когда я начал работать с языком программирования Котлил и создавать сайт, хотя я вот скажу, что я восемь лет постоянно думал, как сделать лучше обучение. А можно ли человека на ноги поставить быстро? Да, ребята, можно. И теперь я понимаю, как это сделать. Этот метод был применен впервые на сайте Котлин, где, в принципе, вы легко можете выяснить курсы Котлин, нажав, да, и вы увидите, что здесь идет как-то интересно. То переменные потом функции. Да, абсолютно верно. Мы все рассматриваем в пределах функций, потом переходим к классам, и при этом мы не теряем нить. Потому что когда-то я себе задал вопрос, Валера, а что ты делаешь, когда пишешь приложение? Ну, пишу функции, пишу методы, пишу классы. А почему бы человека не научить сразу писать именно Кот как Кот? И это оказалось очень эффективным. Чем быстрее вы присоединитесь, вы сможете это делать просто с реальными энтузиастами. Это будет офигительный эффект. То есть писать будете. Хотя и так люди пишут, но сейчас, да, сейчас еще круче. Да, ребят, смотрите, ведь это дополнительные уроки. То есть это не отменяет ни видео, ничего. Это просто дополнительная возможность в школе, что она перекрывает. Какова цель? Ну, представьте, вот новичок, он изучил Азэ Пайтон, а не ей в школе, только вот с нуля, вот полный чайник. И дальше у него провал. Пока смотрю уроки, помню. Как только уроки выключил, не помню. Так вот, эти уроки, которые ведутся, в принципе, самостоятельно, но под четким контролем, да, они и дают возможность. Поэтому, когда вы перейдете на этот курс, то вам сразу рекомендуется проделать уроки. То есть вы делаете на протяжь 65 тонн.нет, если вы чайник. Потом идете в раздел группы. Там большое количество записей, 70. И там мы работали с функциями. В общем, это привело к тому, что первый код Сергея был такой, а через пару месяцев он уже вот так вот писал классы. Да, начал писать. То есть уже более сложный код. И я уже понял, что человек относится серьезно. И решил, да, действительно можно давать сложные вещи. Хотя у меня были иногда возможности дать вот эти вещи, то есть магические методы Python действительно доступны, да, круто в видеоуроках. Но я понял, что, ну, будем говорить так. С одной стороны мне лень, с другой стороны это не очень эффективно. Но когда человек начинает заниматься, то есть есть обратная связь, то это становится археэффективным. Почему? То есть вот мы были, первое задание я дал, да, ему сейчас, хотя все это проходили. И было задание такое. Я ему сказал, Сереж, вот есть три кита ООП, опишите это. И он, я знал, что он уже это давно знает, но насколько красиво он все описал. Три кита это наследование, инкапсуляция, полиморфизм, да. То есть он написал, он привел примеры, все прокомментировал. То есть именно человек, и я вижу, что и он понимает, и он позаботился о других ребятах, которые прочитают, да, они поймут. Также он расписал инкапсуляция и практика ООП, то есть полиморфизм. И если честно, то у меня было два пути. Первый путь, в принципе, говорилось о том, в принципе, то, что Сергей уже умеет делать. А умеет он делать то, что уже писал. Я посмотрел, когда его код. Если здесь добавить еще работу с типами объектов больше, то, в принципе, он будет идеальный. Но это будет обычный простой код, которым владеют, в принципе, 95% пользователей. И лишь там 5, а может 4 действительно пишут на настоящем Python. И я решил, нет, давай, Сереж, сразу быка за рога. А вот эти вещи мы добавим. Я устроил так, что здесь этот документ просто, чтобы получить на ссылке в группе. А само сообщение, общение идет в группе, так как сообщение приходит каждому участнику и каждый может участвовать. Поэтому здесь просто коротко, конструктор и нет. Но на самом деле все намного в группе, все подробнее. То есть в каждом замысле есть четкий смысл. Ну, например, давайте я вам приведу пример задания. Вот мы начали подбираться к магии Python, чтобы действительно делать вещи. При этом новичкам это неизвестно. Но мы до этого рассмотрели и сельф, и многие другие вещи именно в ООП Python. Поэтому я поблагодарил Сергея, а дальше вы навряд ли будете видеть, но я вам просто расскажу. Итак, в предыдущих, там где-то 70 ссылок я говорил, я придумал задание про зоопарк, и Сергей его воплощал. Но сейчас я понимаю, что прежде чем придумать задание, а я уже придумал задание «Будем спасать планету», но будем писать это на профессиональном языке, то есть я попрошу Сергея написать на магических методах, то есть это метаклассы и все прочее, и обычным способом. Но в чем же суть? И мы должны сначала понять, при помощи чего делается магия. И моя основная задача это вывести человека, вот допустим, конструктор ИНИ, да? Я знаю, что его использует много разработчиков, но, как я заметил, что большинство людей используют и используют. Зачем? В каких ситуациях? Мало кто задумывается. Поэтому, конечно же, начали мы именно с ИНИТ, и я направляю Сергея следующим образом. Найдите и объясните, что такое конструктор ИНИТ. Здесь два нижних подчеркивания. Вопрос, что это, его роль, как это работает. Приведите пример кода, и уже в соответствии, что будет приведено, я задам направляющие вопросы. Хотя, вот он, основной вопрос. Ведь смысл какой, чтобы человек вынес практику? Сережа, большинство людей в Python пишут ИНИТ, и, скорее всего, не очень-то задумывают, зачем его пишут. Вот вы только что прислали код по домашнему заданию, и прекрасно обошлись без ИНИТ. Ну, не стояло этой роли, и действительно, Сережа написал домашнее задание, но не было это без ИНИТ, все отлично работало. Но вот незадача. Ребят, смотрите. Так вот, вам и вопрос, чтобы изучение не было бездумным, а именно осмысленным и направленным. Вопрос. Может, немножко необычный, но поставлю именно так, потому что в данном контексте он будет правильный. При каких условиях использование ИНИТ будет идеальным вариантом? Подсказка. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно написать код с ИНИТ и без ИНИТ, и без ИНИТ. И ответ на вопрос связан именно с атрибутом и классом. Найдите ответ, каким образом. И уверяю вас, больше бездумного использования не будет. Вы точно будете знать, нужен вам в определенном случае ИНИТ или нет. Не переживайте, я еще что-то подправлю. Я уже заготовил и другие вопросы. Просто вот это и есть настоящее обучение программированию. Хотя в школе есть и классический вариант прохождения по урокам, чтобы человек потянул техническую часть. Но когда человека, знаете что, в 2000-х годах я учился продавать. Я услышал такую фразу. Ведь это правда и фраза. Если человеку четко показать ориентиры, и он будет знать зачем, то он горы свернет и дойдет. То есть человека можно научить чему угодно. А в данном случае человек просто вот эти знания, он просто их поглощает. И я знаю, что другие ребята школы тоже делают. Кто-то стесняется. Но все делают, да? И, конечно же, вопрос стоит таким образом не просто вот, давайте изучим. Вот есть такой ИНИТ. А вопрос стоит именно в том, а зачем? А какой вариант? Потому что ИНИТ на самом деле за собой много тянет. Если мы возьмем библиотеку Киеви, если мы возьмем ПКТ, везде мы видим ИНИТ, ИНИТ, ИНИТ. Но у большинства программистов даже в голове не возникнет, а зачем этот ИНИТ? А что он делает? А какие условия? А может он нам сто лет не нужен здесь? И вот с этим ИНИТ, в принципе, у многих программистов все заканчивается. Дальше не идет. А мы пойдем и в метаклассы. То есть пойдем именно вот в то, с чего я начал Джанго. То есть рассказ о Джанго. Я не знаю, будет Сергей это использовать в своей практике. Думаю на сто процентов, что будет. Думаю, что продолжит обучение, это будет очень успешный программист. И многие ребята другие, которые будут делать. Вы сейчас спросите. Вы сейчас спросите. Ну а почему ты не рассказывай сам, что такое ИНИТ? Ребят, так в этом же смысл обучения. Понимаете, мы обязательно, я уверен, что через несколько дней, вот как ответы на все ранее 70 вопросов, где мы подтягивали функции, подтягивали все, мы получим. Но когда человек делает сам, он знает, зачем делает, он знает, что выяснять. То запоминаемость, то есть она очень высокая. Но это примерно то же самое, что вот для девчат пример. Если объяснять, как поменять иголку в швейной машине, или взять один раз самой поменять. Как сама поменяла, уже в следующий раз поменяешь на сто процентов. И уже точно будешь знать, если иголка сломала, значит нужно менять. Но, а для мужчин, мужиков, да, говорю, что, да это то же самое, что фильтр один раз сам заменил, но в следующий раз уже без проблем. Не поедешь же на станцию фильтр менять, да, если там, открутил там пару болтов. Поставил, закрутил. Вот, допустим, конечно, эти уроки я могу давать уже после восьми лет. И раньше они доступны были только мне. Я говорю, я давно заготовил их. Но выкладывать, объяснять это очень непросто. А вот когда человек, ну просто, но не услышит. Надо, чтобы человек проделал. А когда люди делают, вот как сейчас идет в школе, то получается, что опыт у людей рождается по ходу. И сразу легко задать сопутствующий вопрос, чтобы вывезть человека на полное понимание. Хотя, ребят, основное, конечно, в школе это видео уроки. Их более 14 суток. Заходишь в кабинет и погнали, и погнали. И где по школе не ходи, то пошел везде уроки, уроки, уроки. Пришел Котлин, уроки, уроки, уроки. Андроид студия, уроки, уроки, уроки. Почему же я так занялся? Ну, во-первых, потому что очень интересные люди. Это раз. Во-вторых, что когда подобрали к блокчейн, а здесь надо уже немножко другой уровень программирования. И дай бог, что получается сейчас школу вывести на высший уровень. Ссылка внизу. Приходите в школу. Конечно же, у вас будет другой уровень знаний. Хотя, вы знаете, мне жаловаться уж точно сейчас нельзя. Если раньше как-то было меньше, то сейчас, вот начиная как-то с 17-го года, люди действительно пишут благодарности. У кого-то там в банк взяли, другой сайт написал и так далее, и так далее. Да, меня ругают. Ребят, ну, я понимаю, что где-то там за сайт ругаешь, что у вас сайт там каличный. Ребят, ну, если я буду заниматься сайтом только, то, честное слово, я понимаю, что я сапожник без сапог. То просто-дапросто я не буду писать уроки. Мне он нравится, вот честное слово. Да, он по-детски, он простой, но мне не надо сложности. Мне важно, чтобы люди получали знания. Есть урок, есть группа, все. Я и писал, и даю сейчас потихонечку, и писал социальную сеть. Я понимаю, как это написать, да. Ну, вот хоть убейте меня. Ну, неинтересно мне писать социальные сети. Я вот, наконец-то, к 45 годам вот только начал чуть-чуть общаться ВКонтакте. Да, так я раньше вообще не общался. И то общаться начал, знаете почему? Потому что люди приходят в школу, последнего разговаривают. Я сначала там вас не знал, я поискал, есть ли вы ВКонтакте. Я думаю, во, интересно. Меня в социальных сетях нету, потому что я считаю, что это пустая трата времени. Хотя последнее время я нашел здесь довольно интересных людей, с которыми можно было переговорить по тематике. Ну, это не важно. Для меня теперь, наконец-то, вот такая вот отдушина, что есть такие люди. Значит, по блокчейн интересные люди приходить. Ну, то есть, школа живет. Вот, я смотрю, кто-то, я все сообщения, которые есть, да, я их начинаю собирать. Вот, пришел парень, изложил свои идеи, он занимается блокчейн, хотя блокчейн именно ссылки. Ну, то есть, школа живет. И, как вы видите, я уже очень серьезно подошел. То есть, понимаю, что придут другие люди, им захочется тоже пройти более углубленные курсы, действительно, начать писать на Python, писать круто. И, конечно же, поэтому я начал делать, кроме курса, все дополнительные вещи. Ребят, вы знаете, что я сегодня могу сказать точно, что я всегда знал, да, мне много людей за эти годы писали, что школа работает несколько лет, что на моих уроках много людей начало, много людей выросло. То есть, люди получили старт. И, наверное, пришло то время, чтобы повысить именно уровень школы, углубиться в Python, именно углубиться на серьезные глубины. Вот. Тот, кто новичок и слушает с нуля, вы найдете ссылки, может, все, которые говорил, не добавлю. Я обычно не люблю свои видео пересматривать. Вот. Но добавлю основные. Приходите в школу, покупаете пожизненный доступ и дальше занимаетесь. На дополнительный курс, если заходите в кабинет, тут есть ссылка, вот, практика Python OLP. Для новичков, тут вы увидите Python с нуля, где дети 6 лет понимают Django. Ну, в школе много тематик, хотя на сегодняшний день я говорю о двух языках, потому что это важно. Но сейчас это не тема, почитайте сайт Kotlin, его точно добавлю и поймете. Просто вечерок посидите, почитайте. Ну что ж, ребята, спасибо вам за доверие и, наверное, пора узнать, что такое магия Python и писать действительно сложные вещи. Спасибо вам за доверие.